Приветствую вас! И, безусловно, в том, что вы один, изначально, абстрактно, нет никаких проблем. Если вам так комфортно и удобно, если это ваш выбор, личностный выбор, то вам так лучше. Действительно есть люди, которые стремятся к одиночеству. Действительно есть люди, которым в одиночестве лучше. Так это действительно бывает. Но, проблема смешается в том, насколько ваш выбор является волевым, насколько ваш выбор является свободным. И, если этот выбор все же есть проявление не свободы, а следствием каких-то проблем, следствием каких-то комплексов, следствием каких-то конфликтов внутренних, тогда это не вы. Это не вы настоящие. Это всего лишь защитная реакция. Если что-то из этого присутствует, то это нужно убирать, устранять так, чтобы вы все-таки чувствовали себя свободно. И вот, если вы будете чувствовать себя свободным, лишенным всяких комплексов проблем и конфликтов, и если вы при этом все равно решите быть один, то тогда это ваш свободный выбор и ничего плохого нет. Наша задача, как психологов, сделать так, чтобы вы были самим собой, чтобы вы вели естественное поведение, чтобы вы вели себя так, как вам хочется, чтобы вы удовлетворяли свои желания, свои потребности. И если на данный момент вас все устраивает, и это ваш свободный выбор, это ваше волевое решение, именно волевое, основанное на своих ценностях, а не на внешнем давлении, то тогда все хорошо. Со временем, может быть, вы измените свою точку зрения. Со временем, может быть, у вас появятся другие потребности, а может быть, они появятся. Этого никто не знает. Но если вам ничего не мешает вести себя по-другому, если вы можете, если захотите общаться с людьми и у вас нет проблем, то все в порядке. А если вы не свободны, если вы хотели бы общаться, но не можете, не знаете как, если вы тяготитесь одиночеством и все равно вам не нравится, если вы хотели бы что-то изменить, то нужно искать тогда причины такого поведения, они уходят в детство, судя по всему. Причины их в отношениях с родителями. Вот, начиная с отношений между вами и родителями, нужно прорабатывать вашу жизнь, делать анализ и посмотреть, что же мешает вам быть более общительным, иметь девушку и прочее. Если хотите, можно вам помочь. На этом все. Если вам помог я, сделайте, пожалуйста, ответ лучшим. Буду благодарен. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Продолжение следует...